Добрый вечер, это Беларусь один и самое народное шоу на отечественном телевидении. Если вы соскучились по душевной атмосфере застолья, а ваше сердце просит проверенных временем хитов, не переключайтесь, будет правда. Очень интересно. С форматом зрители хорошо знакомы. Такие семейные музыкальные шоу давно не просят внимания, а стабильно его захватывают на федеральных каналах в соседней России. А наши артисты там уже рвут баян, хотя статус приглашенных звезд переросли. Настала пора устраивать свои телезастолья, поэтому на первой кнопке в Беларуси появился свой локальный продукт со знаком качества. Мы не боимся конкуренции, потому что опыт фактора нам показал, что мы не то что можем делать на похожем, на подобном уровне, но для нашего зрителя, судя по рейтингам, даже интереснее истории, которые делаются здесь внутри в Беларуси. Новое шоу «Добрый вечер» встречает как самого желанного гостя, точнее как своего. Включайте «Беларусь один» и садитесь поудобнее прямо за стол в уютном домашнем павильоне. Мы тут все так здорово поем, веселимся и слушаем друг друга интересную историю. Собралось очень много людей, которые разносторонние. И они и вяжут, и детей рожают, и дома строят, и поют, и танцуют. Ну супер просто. От печали до радости, как в песне у нашего земляка Юрия Антонова, и как в жизни. За общим столом популярных артистов и героев из народа объединит история. Каждую редакторы программы искали вручную. Помогло и сарафанное радио. И огромная база талантов Белтель радиокомпании. Знакомьтесь, оперный кроссовер железной дороги. Я сам с Фанниполя. Работаю на Белорусской железной дороге в должности помощника машиниста пассажирских поездов. Не поете? Да. А это Ванда, культработник одного из нарочанских санаториев, будто предвидела, здесь точно отдохнет душой. Я живу по принципу, чем старше, тем моложе. Народный вокальный ансамбль, министрели, государственного учреждения, дворец культуры города Молодечно. Половина направления у нас казачьего. Мужчин казаков я представляю, а женщин казачьих не очень. Гулечка, собранные волосы, открытое лицо. Длинная юбка в пол. И красные губы яркие, яркий макияж, красные губы. Мне кажется, вы сейчас описали свое фото на паспорт, как вы делаете обычно. Добрый вечер. А что это значит? Ничьей песни на горло не наступим. Ограничений по репертуару нет. От золотых хитов Кадышевой до сезонной ягодки Хабиба. А подсматривают за участниками ненавязчивые по-свойски. 17 камер, расположенных по 360 градусов, чтобы показать всех участников, чтобы зритель видел глаза и переживания, чтобы было ясно и понятно, тепло и душево. По-хозяйски задаст он беседе Денис Пацевич, финалист первого сезона шоу «Фактор Байк». Многозетный отец из войски парень растерит скатерть-самобранку. Я как хозяин. То есть я принимаю гостей, спрашиваю, я забочусь о них, чтобы им было хорошо, чтобы было вот как дома, чтобы люди приходили как себе домой и раскрывались. Я думаю, что зритель будет это чувствовать. Из страны-соседки возьмем самые лучшие артистов, которым подпевают все поколения. Вика Цыганова и Лада Дэнс, и Ольга Кормухина. За круглым столом в Минске. В том самом месте, где все равны и родны. Для меня Беларусь, я же родился в СССР. У меня первый концепт, первое появление после армии в ансамбле «Синяя птица» Это был гомель, цирк. 20 лет мне было. Самый добрый вечер сегодня произошел. Всегда сравниваешь и понимаешь, что здесь вот по-домашнему не хватало только драников еще за столом. И это был бы точно просто семейный ужин с песнями и рассказами. И так каждую субботу на Беларусь один весело, вкусно и душевно. И пусть останется тепло от нашей встречи! Подбаян доброго вечера желают Нина Мажейко, Лидия Завлотская и Сергей Бирюков. Субтитры создавал DimaTorzok